Приветствую вас, Галина, по описанию вашего текста, да, по описанию вашей проблемы, я могу предположить, что у вас в некоторой степени, возможно, созависимые отношения, вот, потому что вы говорите, что ваш мужчина пьёт, орёт, терпит, вот, то есть пьёт, орёт на вас, да, приходит домой и так далее, и вы всё это терпите, вот. А, то есть, тут вопрос к вам, да, для чего вы терпите, во-первых, во-вторых, почему вы домохозяйка, да, ну, почему кроме хозяйства, по дому, да, у вас больше, как бы ничего нет, да, то есть кроме детей дома у вас больше ничего нет, вот. И, соответственно, как так вышло, что вы в отношении с таким вот мужчиной оказались, да, то есть если человек вёл себя так изначально, то непонятно, ага, почему вы его выбрали. Вот, если человек так вёл себя изначально, а если человек, так, начал себя вести, вот, то тут момент такой, да, с такого момента он начал себя так вести. То есть был ли какой-то момент, что он начал себя так вести, или как, понимаете, да, то есть тут вот нужно разбираться. Конечно же, конечно же, как, почему и что, соответственно, над вами происходило, над вами и вашим мужем. Вот, и, соответственно, нужно корректировать ваше поведение, вот, потому что это такая довольно, довольно важная история, там, такой довольно важный момент, вот. Потому что это напрямую влияет на то, как ваши отношения складываются сейчас с мужем, да, ну, в том числе, в том числе. Вот. А вы говорите о том, что вы, значит, его раздражаете, но я бы хотел, чтобы вы описали всё-таки, чем конкретно. конкретно вы его, вы его раздражаете, вот, то есть какое ваше поведение, может быть, вы раздражаете его именно, вот, тем, что, ну, ну, занимаетесь только дома, дома, к примеру. Правильно. 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 То есть, ну, может же быть такая история. Правильно. Ну, что, тут, тут, вот, нужно, этот момент, учитывать обязательно. Ну, и вам, наверное, нужно, определить для себя, что вы хотите. То есть, как бы, ну, один, один из вариантов, которые вы можете, может, для себя выбрать, это, это вариант, корректировать отношения, гармонизировать отношения. Значит, в семье, своей, вот, это, с одной стороны, да, гармонизировать отношения. С другой стороны, вы можете выбрать вариант, значит, разобраться в себе и спросить, как бы, себя, да, почему я так, вот, реагирую, что я хочу, да, что мне нужно. Вот, допустим, с психологом, да, то есть, может быть, вот, именно, может быть, именно, по этой причине, да, ну, по причине того, что у вас нет такого ответа, четкого, точного и полного, да. Ну, вот, возможно, именно, по этому, ну, мужчина вас и не уважает. Вот, возможно, именно, по этой, собственно говоря, причине, человек относится к вам так. То есть, поймите, поймите, поймите простую вещь, пожалуйста, что отношение партнера, отношение партнера к вам, это, по сути, проекция вашего отношения к себе. То есть, вот, так вы относитесь, видимо, видимо, к самой себе. Так как муж к вам относится, так вы относитесь к себе. И вот, необходимо источники такого отношения к себе, да, и определить, как раз, чтобы не было несостыковок. Это ведь так получается, что мужчины к вам так относятся, а вы-то что делаете? Вы позволяете к себе так относиться, почему-то. Ну, вот, да, вот, 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 вот такая история, достаточно, важно, что достаточно важно здесь. Вот. Понимаете, да? А что не заполнить? Дальше. А, значит, так, я домохозяйка, не хожу никуда дома постоянно с детьми. Ну вот, ради детей вам нужно найти в себе силы сказать мужу «нет», да, сказать мужу «нет», сказать мужу, что вы не будете, не хотите, что вы не желаете, что вы как-то поступать не станете, ну и так далее, и так далее. То есть это вот, по сути, это вот такая позиция должна быть, но её, эту позицию, необходимо обеспечить. Её необходимо обеспечить. То есть вы не сможете просто так, да, вот, просто, ну, без изменения своего отношения к себе, без ограничения себя от своего мужа, вы не сможете ничего изменить, не сможете ничего поменять. Вы не сможете, м-м-м, подкорректировать, м-м-м, ситуацию, так, чтобы она была ваше пользу. Потому что вы даже не написали свой вопрос, то есть чего, что вы хотите получить, да, в результате обращения к психологу, вы не написали этого. И, на мой взгляд, это, ну, это показатель, это показатель того, как вы относитесь к себе и так далее. То есть вот вы просто пожаловались, да, вот вы просто, выплесли, на выплеск эмоций произошёл, и всё. Ну, так он уже, уже копится, этот выпуск, этот эмоций всё равно копится. Вот, и они будут копиться до тех пор, пока вы кардинально, да, что-то не поменяете в своей вот жизни, как раз таки. Ну, для начала, вот, можете почитать просто про созависимость. Очень похоже на то, что вы созависимый партнёр, очень похоже на то, что вам, вот, в глубине души, да, вот, прям, может нравиться такая история, когда на вас кричат, орут, когда вам делают больно, вот. То есть вы по-другому не чувствуете себя любимой, важной и так далее. То есть тут вот важно, важно всё вот это вот, в себе разобраться, в своих чувствах, в своих эмоциях. Вы с этим человеком из-за чего? Вот вы домохозяйка, да, вы никуда не выходите, вы сами это говорите, так это ваш выбор. То есть это ваш выбор, что вы на себя взяли полностью ответственность за всё, за дом, да, за детей и так далее. Ага. Ну, так же, так же быть не должно, и наверняка вы это понимаете, что так не должно быть. Что, что должно быть по-другому, что и мужчина тоже должен участвовать, должен участвовать в процессе, да, вот. Как, как вы его, например, мотивируете, как вы его мотивируете, да, чтобы он участвовал в процессе, вот. Почему он должен вести себя себя по-другому с вами? Ну, помимо всего прочего, почему? вот это вот нужно определить вам для себя. Вот, ага, примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, да. Значит, первое, что нужно, это мужу учиться говорить нет в ответ на его какие-то претензии и так далее. Второе, корректировать свое поведение по отношению к нему. Третье, это то, что если вы не делаете ничего объективно плохого и оскорбляющего по отношению к мужу, но его это раздражает, то ответственность это не ваша, вот. Ну и дальше уже исходить из того, что вы хотите. То есть у вас есть чувства к мужу и вы хотите сохранить семью. Это одно, если чувств к мужу нет и вы их именно отношения сохранять не хотите, а хотите чего-то другого, то это, соответственно, совсем, ну, другая история, короче говоря. Вот, в принципе, то, что я вам могу сказать, пока что, пока исходя из того, что вы написали. Более подробно, конечно, можно будет разобрать в личной консультации, более подробно, но пока что вот так, пока что вот такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Давайте. Продолжение следует...